Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Сколько Кочинских на Тусков не меняй, а итог один. Проблемы в польской экономике только нарастают. Издание Money. Крупнейшие зарубежные компании покидают Польшу и направляются в Индию. Глобальные концерны, работавшие в Польше много лет, закрывают производство, пишет Money. Все больше фирм приходят к выводу, что эту же работу вполне могут выполнять индийцы. Эксперты знают причины. Такая ситуация типична не только для Польши, но и для многих стран Европы. Волна массовых увольнений буквально обуяла Польшу. Глобальные концерны, работавшие по 30 лет в стране, сворачивают и перевозят производство. Так 800 человек потеряют работу из-за ухода одной только компании Levi Strauss. Еще 800 будут уволены концерном Nokia. До 200 человек потеряют работу в краковском филиале компании Pepsi & Co. Но если одни релацируют свои производства, например, в Индию, то многие другие просто закрываются. Stellantis ликвидировала моторный завод, Signify закрыла производство компонентов для традиционного освещения. И даже глобальная IT-корпорация Infosize заявила о планах закрыть филиал в Познане и уволить 192 человека. Санкции сработали. Польша в ближайшие 30 лет ежегодно будет терять по 250 тысяч рабочих мест. Негативным фактором является и то, что Польша входит в число стран с самыми высокими ценами на энергоносители в Европе. Так и хочется спросить у поляков, а как же американский дорогой газ? Неужели он не лучше дешевого российского? В общем, поляки сами наскакали себе проблем на голову, и теперь с этим им придется жить. Между тем проблемы в мировой экономике продолжают нарастать, а значит все еще может стать много хуже этих прогнозов. И итог санкционного могущества не только в массовых увольнениях мебельного, автомобильного, швейного, банковского и IT-сегментов экономики. Это ведь лишь первые последствия мощного спада промышленного производства. По информации в E&P Poland, только 9 из 34 отраслей экономики Польши чувствуют себя более-менее уверенно. В остальных 25 по итогам апреля зафиксировано падение объемов. Что ждет польскую промышленность дальше, неизвестно, отмечает издание. Отражаются санкции и неудачная западная многоходовочка с превращением Украины в местный военный котел, само собой на сельскохозяйственной отрасли, погрязший в убытках и протестах польских фермеров. Благодаря, опять же, украинскому дешевому зерну, которое на самом деле принадлежит американцам. Если посмотреть в целом на все отрасли польской экономики, получается, дешевая рабочая сила из украинских беженцев не помогла Польше. Просчитались. Теперь же люди из Украины, если приедут на временную работу, скажем, в сельскохозяйственной отрасли, не факт, что могут вернуться в родное село. А раз у них нет необходимости в таком челночном перемещении для временного заработка. Не проще ли сразу уехать подальше туда, где платят больше? В итоге Польша превратится в перевалочный пункт, где украинцев много, но пользы экономике страны от этого никакой. А тут еще и рождаемость сократилась. Эксперты говорят, демографическая катастрофа в Польше уже началась. И вроде новое правительство Тузка угождает американскому хозяину больше предыдущих властей. И вроде поляки готовы к войне, как шальные, на что только не пойдешь, дабы прикрыть свои косяки во внутренней политике. Кстати, занимательный факт. Глава МИД Польши подписал ноту с требованием к Германии выплатить более триллиона долларов за ущерб во Второй мировой войне. Неплохая попытка поляков поправить положение дел. Но у Германии, как и у всего Евросоюза, сейчас жесточайшие экономические проблемы. Побочка после санкционных судорог. Бывает, когда история ничему не учит, а у руля стоят не профессиональные политики, а ставленники заморских вождей. Еще больше подробного анализа геополитических событий в наших телеграм-каналах.